А всем здарова, друзья! С вами, как обычно, Цимус. Что ж, сегодня выбрались в лесной полигон для того, чтобы протестировать топ-15 реально мощных петард на вот таком вот люке. Кто давно на канале, тот знает, такой люк я уже тестил, но там были такие полуслабенькие петарды. А сегодня что у нас, ребята? Самая мощная, думаю, петарда будет вообще, которая в мире я взрывал, Супер Бульдог ТС-5. В общем, самые мощные петарды, смотрите, Дум Бум, это уже вот, ну где-то он в начале будет, Супер Крекер китайская, ребят. Вот петарды рили мощные. В общем, смотри, смотрим без перемотки, думаю, будет что-то стоящее, да. Пытались мы прокопать в земле изначально, вон, посмотрите, попытки, не увенчались успехом земля, нифига еще не промерзла. Сегодня у нас какой уже, блин, уже весна, первый месяц скоро закончится, у нас еще снега, и это вообще жестко. В общем, выдолбили мы в снежном таком накатике, он довольно-таки плотный, снег тут, углубление под люк. В общем, будем тестить, если он разлетится, то здесь места еще дофига такого накатанного. Сделаем еще одно такое отверстие и положим люк. В общем, поживем, увидим, что будет. Начнем, давайте, вот с такой петардочки, е-мое. И да, ребят, хотел бы напомнить, ни в коем случае не повторяйте увиденное в данном ролике. Все действия выполнены профессионалами. Я и моя команда соблюдают всю технику безопасности. И что ж, начинаем. Смотрите, такая бомбочка. Что-то она то ли бракованная попалась, то ли что. Но, в общем, сама петарда выпала, а вот этот пластмассовый корпус, ну, чтобы не мусорить, мы его, наверное, здесь оставим. Так, что ж, будем закидывать, накрывать люком. Подожди, что за звук такой странный. Да, друзья, там с мигалками какая-то машина проехала, звук какой-то страшный был. Так, запускаем. Смотрим, что будет. Мне кажется, не подлетит или подлетит. Посмотрим, насколько это все дело мощное будет. Мусор осыпется. Ё-моё. Ребят, короче, зачет. Люк подлетел нормально. Что там с нашей норкой? Она нормально еще держится. Конечно, слегка герметичность нарушилась. Будет в следующий раз не так, мне кажется, высоко подлетать. Но по живому увидим. Ребят, что ж, вот такой топик. Осталось 14 штук. Давайте вот такую красненькую петарду. Посмотрим, насколько она будет мощнее или слабее. Той кинул ближе к этому краю. Мне кажется, тоже подлетит. Не знаю, что будет вообще. Ё-моё, ребят. Послабше подлетело. Но, возможно, это из-за нарушенной герметизации. Ладно, переходим дальше. Блин, как-то даже не по себе. Петарда Супер Крекер. Это такая наравне с китайской. Сейчас сравним ее как раз с этой. Это тоже показательный такой тест. Чем выше подлетает, значит, тем мощнее будет. Посмотрим, что будет. Надо, кстати, посмотреть, что там со стенками. Может, они обвалились уже эти лединили наши? О! Уровень, уровень, ребят. Может быть, слегка помощнее. Что? Уже китайская петардочка. Мощнее некоторых восьмых, ребят. Я просил вас тогда в комментах. Но что-то нифига не нашел этих комментариев. Ребят, напишите еще разок, что вот здесь вот написано. Ребят, вот так как-то. Пофотайте или не знаю. Как-то вы непонятно объяснили, что вы там переводите. Так. Ребят, да он держит. Здесь снег машинами так накатан жестко, что он держит. Ладно, китайская петарда. Жесткий у нее такой фитиль, конечно. Запустилась. Ни в коем случае не повторяйте. Посмотрим, что будет. Макс, ямка. О! Ребят, про что я и говорил. Даже люк перевернуло. Ё-моё. Было мощнее. Согласитесь, в раза два мощнее, чем те. Ладно. О-о-о-о-о-о-о-о. Вещь-вещь-вещь, друзья. GF-K06. Ребята, не смотрите на ее размер. Вы видели примерно, как красные петарды. Они одинаковые с ней по размеру были. Но по мощности. Сейчас посмотрим. Вроде как она... Да, мы что, самовар тестировали? Да, ребят, кто не видел про самовар? Параритетный, старинный. Ссылка вот здесь вот появится. Ссылочка. Зайдите, посмотрите. Ролик получился жестким. И он оказался мощнее. Вроде красные петарды. Мы как раз тоже с ней сравнивали. Закинули. Будет жестко. Подлетит, думаю, на все 159 баллов. Ё-карный бабай. Ребята, подлетело метра на 4. Ё-моё, вы это видели? Что там с норкой? Нет, смотри, все-таки какая-то труха обваливается. Ну, в целом-то неплохо. Друзья, где еще такое? Видите, это лайк. И мы даже еще половину нашего топа не прошли. Так что, ребят, подписывайтесь на канал. Кто еще не подписан, ставьте колокольчики, чтобы все уведомления приходили. Потому что этими петардами они во многих роликах у меня участвуют. Так, давайте вот такую смерч-2. Так, ребята, смерч-2. Звук, кстати, не особо мощный. Глушит, глушит очень хорошо. Это неплохо, потому что здесь люди неподалеку. Опа. На уровне было. Достаточно на неплохом уровне. Давайте сейчас его сравним вот с таким. Дум-бум написано 2 грамма. Есть еще вот такой дум-бум 4,5. То есть, в два раза с чем-то мощнее. Так, капец там коптильня. Закидываем, сравним. Смерч-2 против дум-бума маленького. Е-мое. Ну, слушайте, где-то на уровне. Плюс-минус они одинаковые оказались. Что? Что там начинается, ребята? Все, мы уже вплотную подкрадываемся к самым мощным петардам. Сейчас P7000, P9000. И вот она уже пошла. Полная мощь. Ну, вот про это я, кстати, не уверен. Они много раз у нас были бракованы. Но вот эти точно полная мощь. И, ребят, у нас супер бульдог. Мы его спрятали, как обычно. Просто у меня фитиль такой тоненький. Петарда, ребят, стоит 500 рублей за одну штуку. И как-то раз у нас два брака. Это было, это минус 1000 рублей. Да и вообще эти петарды тоже. Вот этот стоит рублей, мне кажется, 100-150. Ребят, так что поддержите, пожалуйста, лайком. Также поделитесь этим видосом. Специально собрал сегодня самые мощные петарды, которые только можно. Надеюсь, ребят, на вашу поддержку. Потому что можно даже в минус уйти с такими роликами. Жесткий причем. Так. Запускаю по 7000. Вот это сейчас уже будет другой уровень совершенно, я считаю. Может подлететь, причем зачетно. Давай. Оооо. Так. Да, ребят, было наравне с GF06. Хотя это по 7000. Ладно. Переходим дальше. Ребята, давайте сейчас не по размеру пойдем. Думаю, по мощности. Дум-бум. Вот такой на 4,5. Посмотрим, на что он будет способен. Мне кажется, будет послабее. Потому что... Вот видите, какие стенки. Но это просто как от туалетной бумаги втулка. Ее просто закинули. Надеюсь, он сработает. Много браков было у этой петарды. Прям большое количество. Сработает или нет? Друзья, что ж, вот он и первый брак. Как с Биг Барабумом. Вот этот Биг Барабум у меня здесь в топе есть. Там другой фитиль у той партии был. Он тоже весь, прям вся пачка бракованная оказалась. Этот вроде как-то раз срабатывал у нас, да? Но один раз, ребят, из пяти штук, из четырех даже, наверное. Вот это все, это последнее уже выгреб. Три брака, один раз сработал. Ребят, не рекомендую. Друзья, друзья, все, началась жара. Пять петард плюс самая мощная, супер бульдог. Я надеюсь, что у нее что-то на люк. Я не знаю, куда она может его отправить. Он может даже на клочья разлететься. П-9 тысяч, все. Все, контактики запускаются, ребята. Ни в коем случае не повторяйте. Ай! Вот это сейчас будет. О, красота, ребята! Он как-то сопротивление. Видели прям воздуху? Он вверх подлетает и его начинает как-то в сторону кренить. Вон, Саня тоже это заметил. Друзья, неплохо. Вообще неплохо. Так, что там у нас со стенками? Давно не проверяли. Ну, им вообще, я не ожидал. Честно говоря, я уж думал не снимать этот ролик, потому что, а где мы выкопаем? Как не в земле. Ну, решили, Саня предложил в этой, в снегу выкопать. И он оказался тут прочным. В общем-то, зачет. Я думал, будет разлетаться. Ну, нет. Ладно, переходим далее. Карамба, ребята. Давно я что-то не тестил, потому что они у меня... Это то ли последнее. Надо опять закупаться. Контрольную закупочку, походу, производить. И в этой контрольной закупочке, думаю, надо заказать дофига цветных дымов. Всяких разных. И протестировать. Плюс те три мощные дымовые шашки. Возможно, их тоже докуплю штук, чтобы пять было. И, в общем-то, это все дело протестим. Карамба, ребят, петарда. Ё-моё. Ну, она на уровне будет. Сканурили 6. Сейчас это все мы узнаем. Проверим. Раз, два. Флип. Люк перевернулся на 180 градусов. Да, на уровне. А что получается? Вот эта GF06 была мощнее вот этих штук, что ли? Ребята, я сейчас что-то не понял. Либо как-то мы люк криво ложим. Либо герметизация нарушилась. Либо что? Ну, надо сравнивать, походу. В Унте GF06, он, походу, мощнее даже вот этих Карамб. Ребят, короче, по-честному, мы тестили вот эти все петарды в снежных норках. В общем, пробивали такое отверстие в снегу, закидывали туда петарду, смотрели, как она бахает. И судили уже наглядно прям по воронкам. Ребят, кому интересно, тоже ссылочка вот здесь вот будет. Заходите, посмотрите. Там вроде мы это тестили. Там можно узнать реально, какая петарда оказалась мощнее. Что ж, такая троица. 12-й Корсар. Мне кажется, самый мощный здесь будет Биг Барабум. Давайте сейчас, наверное, пойдем не по плану. Джефф ТС-5 затестим, чтобы его сравнить с 12-м Корсаром сразу. Такой тут фитиль. Не уважаю такие фитили. Выглядят они вроде классно, но не знаю, почему-то мне они не нравятся. И да, ребят, ни в коем случае не повторяйте. Погнали. Запустили. Посмотрим. Ну он на уровне с Карамбой где-то, или помощнее слегка. Ты вновь что-то его не тестили. Сейчас будет. Опа! Да, да, да. Слегка помощнее, плюс-минус на уровне, в общем. Он оказывается. Вон они, опилки. Это рисовая шелуха, насколько я помню. Такие, будто на овес похожие. Шелуха рисовая. Зачем ее кладут туда, неизвестно. Возможно, для... Чтобы воздуха больше там было. Так, давайте теперь с 12-м Корсаром сравнение. А Джокер Фейервокс, 12-й Корсар. Ну, неплохая такая петарда. Да, ребят, в комментах видел, где Бах Цимус. Ребят, его что-то не выпускают. Возможно, его уже опять как-то там ремейкнули. Может, он уже есть в продаже. Надо будет посмотреть. Но тогда его не было, когда я закупался. Так, закинули. 12-й Корсар. И скоро все, 3. Давай, смотрим, короче. Опа, ребята, я не понял. А я не понял. А что за фигня? Сань, ты люк равнял? Да. А что так слабо? Может, что норка? Ребят, ну это не может быть такого. Я не понимаю. А, смотри, он соскальзывает что ли? По краям надо это все облагородить. Здесь уже жесткие трещины. И поэтому петарды все слабее и слабее. Больше энергии через трещины. Они выходят и люк не поднимают. В общем, как-то так, да, ребят? Скорее всего, потому что мы тестировали вот этот 12-й Корсар с Карамбо. Они были плюс-минус на одном уровне. Под кастрюлей многочисленные тесты были. Ну, теста 2 точно. Зайдите на канал тоже после этого ролика. Посмотрите, кто если не видел. В общем-то, как-то так. Переходим к Биг Барабуму. И уже будет супер-бульдог, ребят. Сейчас что-нибудь вот с этой проблемой мы придумаем обязательно. И включимся. Погнали. Я, ребят, тут дома думал. И вот сейчас вспомнили. Короче, по поводу стрима. Давно стримов уже где-то почти года 2 не было. Ребят, кто хочет, чтобы я постримил на YouTube, естественно, чтобы вы позадавали там свои вопросики, я поотвечал. Все в лайв-режиме. Напишите в комментариях. Я посмотрю на вашу активность. Если реально, то можно заморочиться и запустить стрим. Порассказывать какие-нибудь истории. В общем, поугарать. Так что все зависит от вас. Смотрите. Расчистили мы, значит, тут люк. Здесь вообще такая красота. Просто землю увидел. Лето. Я жду, пока снег сойдет. Я же копательством занимаюсь. И будем долбить монеты. Всякие старинные металлолом. В общем, думаю, будет интересно. Не буду, наверное, это я снимать. В прошлом году я тоже копал много и не снимал. В общем, ладно. Не суть. Переходим к ролику. Сейчас у нас две самые мощные петарды. Реально. Биг Барабум и Супер Бульдог. Сань, давай Супер Бульдогу уже людям покажем. Короче, Биг Барабум вот такой. И вот он, Супер Бульдог. Ребята, это нереально мощная петарда. Не смотрите на ее размер. Размер в петардах не имеет значения. Как, кстати, Саня сказал по поводу 12-го Корсара, что это такая сама по себе петарда была слабая. Так, никого нету. Ладно, запускаем. Типа, может, брак какой-то. Видите, все от партии к партии зависит. Так что судить о мощности, это субъективно вообще. Да, в конкретный момент времени мощностью петард. Ну, это, конечно, такое. Посмотрим, что будет. Прикопали, видели люк. Ё-моё, ребята. Подлетел этот зачет, например, как от П-9000 или от чего. Но почему-то все ниже и ниже подлетает. Я не знаю. Что ж, друзья. Самое время для Супер Бульдога. Редкий гость у меня на канале, потому что очень дорогая, потому что очень редкая. И сегодня я ее протестирую. Ребят, поддержите репостиком, комментариям позитивным, пока нас береза тут не свалилась. А то, если свалится, вы этого не увидите. И репостом, точнее, лайком, наверное, я про репост говорил. Все. В общем, надо за вторую камеру, думаю, это обязательно заснять. Все тут красиво сделать и запустить контакты. Понеслась. Так, друзья, запускаем контактики. Нацепил шапочку счастливую. Очечки. Всю технику безопасности соблюдаем. Самое главное, шапка. Ни в коем случае не повторяйте. Вот такой вот Супер Бульдог, ребят. Ё-моё, ребята, отходим подальше. Я подальше прям вообще не знаю. Как можно дальше. Сейчас бомбанет. Ёкарный бабай. Друзья, а это что, выше деревьев подлетело? У меня звездочки в глазах летают. Чё это? Ё-моё, было. Смотри, я тебе раскидала. Да ну нафиг, ребята. По звуку было так себе. Но это продают в магазинах. Это просто жестко, друзья. Вот он люк. А ему вообще походу пофигу. Вы просто на это взгляните. Да он как новенький. Чё это за фигня? Эту нашу крышку раскидала. Я чё-то такого не ожидал. Вот она одна часть. Она, кстати, изначально была с трещиной. Вот они все остальные. Забыл сакцентировать внимание. Люк, потому что мы уже этот тестировали. И он оказался с трещиной. Да, было, ребят, жестко. Чё? Полюбался, ребят, подписочка. И в комментариях, что можно этой петарды ещё протестировать. У нас в очереди холодильник, скорее всего. Газовая плита и что-нибудь такое ещё объёмное из бытовой техники. Возможно, можно машину какую-нибудь протестировать. Надо к Гараж 54 ехать, да, Сань? Да, ребят, можете в комментариях написать у канала Гараж 54, если кто знает, что давай с имусом ролик. И мы это заснимем. Ребят, в общем, как-то вот так. Ссылочка на группу ВКонтакте и на Инстаграм есть в описании. Кто лайк ещё не поставил, но это по-любому. Но если кому-то не понравилось, кто-то не считает это мощным, то можете дизлайк поставить. Но я думаю, таких будет единицы. Что ж, поддержите также комментариям душевным. И, в общем-то, вот такой какой-то исход. Что там с норкой? Ну, в принципе, нормально, ребят. Что ж, до скорых встреч. Думаю, скоро увидимся. Можете также для таких кинтердовых роликов написать идеи. Видел, плазму писали. Но они ещё дорогущие. В общем, напишите, посмотрим обязательно, что там. И заходите на канал, посмотрите, кто новенький или кто давно не заходил. Дофига чего интересного можете там найти. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok